Всем привет! У нас снова обзор и вновь на автомобильную тематику. Старый, но очень скоростной фильм «Грязная Мэри. Сумасшедший Ларри» от режиссера Джона Хаффа с участием Питера Фонды и Вика Морроу. Что же есть такого в этом фильме, что может заставить посмотреть его среднестатистического зрителя? Наверное, ничего. Как мне кажется, большинство русскоговорящих зрителей вообще ничего не слышали об этом фильме. Никогда и нигде. Но в то же время ленту упоминали в своих работах известные режиссеры, которые у нас в стране естественно на слуху. Упоминали скользь, либо копировали целые сцены. Например, Квентин Жером Тарантино упомянул ленту в своем бриллиантовом фильме «Доказательство смерти» и ранее в картине «Джеки Браун». Также он показал эту картину на своем кинофестивале в городе Остин, штат Техас. Ну а коль мнение Тарантино для вас чего-то и стоит, то картина для вас. И плевать, что большинство о ней ничего не знает. Зато вы теперь знаете. Это достаточно простой фильм с такой простецкой классической завязкой. Друзьям нужны деньги на любимое дело. Деньги они спланировали взять незаконно в одном супермаркете. Ну а дальше беготня от полиции. Да, забыл упомянуть, что парни эти — автопилот и его механик. И полиции, ой, как непросто будет поймать этих двоих любителей бумажек с американскими президентами. Я сказал двоих? Ну, не совсем так. Волею судеб к ним на хвост упала... Да-да, именно упала на хвост девочка, которая для своих лет слишком уж любит приключения находить на свой зад. Все, вот и весь сюжет. Ленты подобного рода нужно смотреть, отключив мозг. Это фильм-погоня, фильм-экшен. Экшен настолько, насколько его представлял себе Джон Хав, снимая картину в начале 70-х. Диалоги максимально с минимальной смысловой нагрузкой. До смешного нелепые. Спишем это на почтенный возраст ленты. Этот кинофильм служит переходным мостиком из ранних автомобильных фильмов, которые создавались в 70-х, со смелой импровизацией и координацией трюков, которые послужили источником вдохновления для более поздних фильмов. Думаю, Питер Фонда сыграл очень интересного персонажа. Хотя, несмотря на то, что Фонда на тот момент был уже известным актером, ему не всегда удается вытягивать этот фильм. Сейчас, в 21 веке, его сумасшедший Ларри не кажется таким уж сумасшедшим. Зато езда в киноленте действительно безумная. Автомобиль Dodge Charger, RT 1969 года выпуска. Это точило отрабатывает в кинокартине по полной программе. Как обычно, герои оставляют далеко позади блюстителей порядка. Несмотря даже на то, что и среди полицейских казался неплохой водитель с достаточно шустрым автомобилем. В киноленте есть престарелый полицейский, ведущий преследование развеселой троицы на вертолете. Его сыграл актер Вик Морроу. Небольшая справка. Перед съемками этот актер застраховался на 1 миллион баксов. И он очень не хотел лезть в вертушку. Незадолго до съемок он выразил озабоченность, так как очень боялся разбиться на вертолете. Но все обошлось для него нормально. Зловещий рок настиг этого актера в 1982 году. На съемках полнометражного фильма Джо Данте «Сумеречная зона» Вику Морроу отрубила голову лопастями вертолета прямо на съемочной площадке. Вернемся к фильму. В то время стандарт для автомобильных погонь уже задали фильмы «Французский связной» с его преследованиями в городских джунглях и «Исчезающая точка». Грязная мэри Безумный Ларри благополучно развили этот своеобразный жанр, передав палочку эстафеты лентам, вроде «Смоки и бандит», «Братья Блюз» и «Гонки Пушечное ядро». Прекрасные автомобильные погони соседствуют с калифорнийскими сельскими пейзажами, по которым словно статисты расхаживают местные жители, сонно болтающиеся по ярмаркам и вечно не вовремя выезжающими на своих колымагах перед машиной, где едут беглецы. По-честному, растратив свой двухмиллионный бюджет на трюки, локации и оплату гонорара Питеру Фонде, лента, как честная трудяга, заработала в прокате около 29 миллионов. Неплохие деньги. А ведь все началось с адаптации романа под названием «Преследование», нещадно переработанного сценаристом, сделавшим из первоначальных воров гонщиков на скар, тоже воров, но вроде как целеустремленных. Для меня совершенно не стало сюрпризом окончание фильма. Хоть и показана дружба героев, а также любовь-морковь между героями Питера Фонда и Сьюзен Джордж, эта компашка далеко не Робин Гуды. Показанная в начале ленты проникновение в дом, захват заложников и требование выкупа совершенно не вызывает симпатии. Герои просто решили разыграть хитроумную схему похищения на личности, чтобы попробовать воплотить в жизнь свои планы. Но, как выяснится, не сложилось. Фатальность финала ленты, может быть, в чем-то отражает определенный этап в жизни страны. Как это почувствовал сценарист и увидел со стороны постановщик ленты, англичанин по происхождению. Страна меняла курс к психоделике на хард-рок и панк, стряхивая с волос цветы и сбрасывая военные каски. Подведу итог под моим небольшим обзором. Не совсем сбалансированный, но технически классно снятый фильм с хорошим актером Питером Фондой, который однажды влез в байкерскую шкуру, да так в ней и застрял. Достойные автомобильные гонки и трюки, выполненные с голливудской дотошностью. Красивейший визуальный ряд золотого штата США. Хорошая история одного ограбления. Ну и, разумеется, скрытая реклама американского автопрома. В принципе, отличный фильм для проведения досуга. Также рекомендую посмотреть его всем поклонникам работ Крентина Тарантино. Именно с таких лент маэстро черпал вдохновение и учился снимать. На этом обзор закончен. Оставляйте комментарии к ролику. Всем удачи!